Я смотрю украинский оппозиционный канал страна.ua Это журналист Антонина Белоглазова, который обычно проводит политические стрит-полы в различных украинских местах. О, это журналист Антонина Белоглазова, которая выполняет политические стрит-полы в различных украинских местах. Журналист Антонина Белоглазова для этой газеты проводит политические опросы прохожих на улицах разных городов Украины. Для лучшего качества изображения, пращу найти оригинальное видео Белоглазовой. Ссылку я даю нижа. Журналист Антонина Белоглазова «Потянка и кадра», точал иной отродов и сайю не пастебе. Иногда секретные агенты украинской полиции или контрразведки попадают в кадр, но сама Белоглазова их, кажется, не замечает. На этот раз это опять Киев, столица. Добар минутя нолис трисдешим трис, пачоя, ёсвайзду Ирашо Праджоя. Теперь минута ноль тридцать три в самом начале видео Белоглазовой. Каиреушио виро ведо ира матомос мотерс којос нугара и мелина скара. Ливее лица этого мужчины видны ноги, спина и синей платок женщины. As the interlocutors move past her, she turns to them. Пашняковам спраэйнант про я, ё отсисука ёос. Пока собеседники проходят мимо неё, она павараачивается к ним. She keeps watching her smartphone closely, where she probably sees the image of the interlocutors, but now it is easier for her to correlate visually the image in the smartphone with reality. Йи идемяй вис жиури į своё смартфону, тикраусији матидама јаме абу пашняковус, тачају дабар ёи патогију коррелиуати ваисдас смартфоне с реалибе. Она всё так же внимателна смотать своё смартфону, в котором она видит, скорее всего, обоих собеседников, однако теперь ей удобнее коррелировать изображение в смартфоне с реальностью. Let's watch once again. Пожурим Даркарта. Посмотрим ещё раз. And then she disappeared immediately. Ирины ишнико. И она исчезла. Теперь минута девять двадцать семь. The guy, partly visible in the background on the left, seemingly came there to have a snack and drink. Ваикина с долиной матома скайреја толумая, катикатејотенеј, ушкасти и рацегерти. Парень, часть тела которого видна на заднем плане слева, только что пришёл туда, чтобы закусить и попить. Let's watch him, стебе кемьи, наблюдаем за ним. Украина в 1913 году сократилась на 80 тысяч человек в год. А сейчас она сокращается на 250 тысяч, и всё вроде нормально. Понимаете, тут четыре раза население Украины вымирает быстрее. Всё. Вот это главный результат. Юра Майдан. Вы считаете, что это и до Евгения? Не, ну а из-за чего? Потому что он в течение этих вот последних несколько лет перед этим сокращался. Постепенно уменьшался. А потом разка поднялся, сейчас 250 тысяч, это стабильно. То есть 250 тысяч уменьшается. А так, через 10-20 лет Украина просто исчезнет и всё. А как вы считаете, вы действительно стоило тогда вы выходите на Евромайдан? Стоило, знаете. Стоило, не стоило, но люди вышли. I do not cut the time. Лейко несутрумпину. Не сокращаю время. Я как раз тут работал, я проходил там каждый день. Я их там очень многих всех знаю, всех видел. Их всех знаю и почему, и где, и в общем, всё это. Всё это. Майданы же просто так не бывают. Они организованные, правильно? Они же, кто-то получает деньги за это. Просто так вот я ж не выйду, скажу, я хочу на Майдан. Нет же ж. Для этого всё надо организацию, люди подготовленные. Ну, в общем, всё это. Вот когда это всё будет организовано, как Владимир Ильич Триньев говорил. Потому что есть коммунистическая партия. Вот как только какая-то партия появится. Она решит организовать всё. Она сделает. Плохо. Что это? Ну, в России страну у нас 27 лет назад. Стоило ли тогда вообще выходить на Евромайданку? Нет, конечно. Нет. Просто, в общем выборах через кулах. И, если на мирном пути, надо всё решать. Минут 11.56. Минута 11.56. Минута 11.56. That they can do, whatever they want to you, anywhere and anytime. Thanks for watching. Eat and sleep well. Таким открытым наружным наблюдением они показывают вам, что могут сделать с вами все, что хотят, в любое время и в любом месте. Кушайте и спите спокойно.